Прямо сейчас будем узнавать, о чем писали наши зарубежные коллеги у Андрея Бузарова, политолога-международника в нашей традиционной рубрике «Обзор международной прессы». Ну и вот перед тем, как перейти непосредственно к материалам, хотелось бы говорить о предстоящей встрече представителя США в НАТО Курта Волкера и помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова. Вот будут ли какие-то принципиальные решения, Андрей, хотелось бы узнать, да, и каких результатов, собственно, встречи ожидать? Доброе утро. Я как раз накануне посмотрел какую информацию по этому вопросу, и, в принципе, не так-то и многое было в европейско-американской прессе, за исключением там ABC News и Association Press, которые написали немного информации, честно говоря, по поводу предстоящей встречи. Возможно, в ближайшее время появятся какие-то новые аналитические материалы, но в любом случае поездка Курта Волкера в Москву, она является логичной и предсказуемой в рамках его попыток собрать или попытаться, по крайней мере, организовать встречу стран нормандского формата. Я думаю, что после поездки Курта Волкера в Москву и после возможной встречи его с Сурковым или, может быть, даже с Лавровым, возможна встреча стран нормандского формата в конце 2017 года, если будет согласована повестка дня Российской Федерации. Именно Российская Федерация является тем ключевым игроком, которая должна дать согласие на эту встречу. Украина, Германия и Франция готовы к встрече нормандскому формату. Я думаю, что сентябрьские выборы в Германии существенно не повлияют на расстановку силы. Скорее всего, можно предположить, что Ангела Меркель останется канцлером. Следовательно, все будет готово для того, чтобы провести важную для Украины и для России встречу стран нормандской четверки. О ключевых моментах, конечно же, мы будем говорить уже после встречи, в нашей рубрике в частности. Но пока непременно приступим к материалам. В Блумберге вышла статья заголовком «Кто теряет больше всего в российско-американской войне». Что авторитетное издание Блумберг думает о новой санкционной войне между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки? Блумберг вообще очень много уделяет вниманию экономике и экономическим отношениям между Россией и США. И проводит достаточно глубокую, высокопрофессиональную аналитику возможных перетрубаций, возможных осложнений в отношениях этих двух стран. И проанализировав всем критериев, которые присутствуют в американско-российских отношениях с точки зрения возможного влияния санкций, и аналитики Блумберг отмечают момент по поводу влияния санкций на российскую экономику. Они интересный вывод делают. А именно, дословно цитирую, «Влияние менее драматично, чем кажется. Ограничения на доступ России к западным финансовым фондам и технологиям могут помешать перспективным экономическим ростам российской экономики, которая и так пребывает в рецессии. Но российские ценные бумаги, фондовые рынки и рубль укрепились после того, как Трамп подписал санкционное законодательство. Большинство экспертов и в США, и в России, и вообще во всем мире уверены в том, что санкции против России будут иметь неоднозначное влияние. Поскольку, с одной стороны, действительно, будут свертываться многие программы, такие как «Северный поток-2», возможно, даже будут какие-то сложности с разработкой и других газовых проектов. Там «Голубое», так называемое море, и «Северный поток-1», и ряд других проектов, в том числе и из Турции, где «Шелл», прежде всего, известная компания, принимает участие. Но попытка России будет направлена на то, чтобы укрепить собственную экономику изнутри. То есть будет такая попытка создать самодостаточную экономику, независимо от американских, прежде всего, проектов, с участием азиатских фондов. Поэтому, какое будет влияние санкций на российскую экономику, сложно сейчас однозначно сказать. Только в ближайшие годы дадут ответ на этот вопрос. Я сейчас пока рада, но хочу также добавить, что после того, как Трамп подписал вот этот законопроект о санкциях, который в том числе выгоден и нашей стране, потому что касается «Северного потока-2», о чем вы, Андрей, говорили отчасти, объявил сразу, да, он сказал о том, что всю ответственность за то, что мы никак не можем нормализовать отношения с Российской Федерацией, несет Конгресс. После чего некоторые конгрессмены в достаточно жесткой форме отреагировали на вот это заявление. Но сейчас обращаем внимание на другие аспекты, возможно, экономические, отчасти в Соединенных Штатах. Итак, что пишет New York Times. Во времена Трампа угольная промышленность в США получает новые импульсы в развитии. Андрей, что вот известно, в частности, об угольной промышленности в Штатах? Ну, тема угля и поставок угля из США в Украину очень актуальна стала. Последние полтора месяца в связи с заявлением президента Украины и в заявлении рядом американских политиков о том, что такие поставки угля возможны. Но надо немного разобраться в внутриэкономической, внутриполитической США. И, в частности, почему угольная промышленность сейчас актуальна для американцев. И вот как раз интересную статью опубликовал New York Times. В частности, в этой статье отмечается, что во времена администрации Обамы Министерство внутренних дел США, ссылаясь на изменения в климате и защиту окружающей среды, временно запретило разработку новых угольных месторождений на государственных землях. Действия администрации Обамы, которая потребовала платить высокие проценты за добычу угля правительству, также спровоцировали протесты со стороны главных угольных компаний США. То есть Трамп дает возможность угольной промышленности развиваться. Это не только пенсиональное, о котором мы говорим. Есть довольно крупные месторождения угля и в Алабаме, и в Мэриленде, и в других штатах США. Очевидно, появилось серьезное угольное лобби, или лобби угольной промышленности в окружении Трампа. Трамп пытается дать возможность развиваться в угольной промышленности. Следовательно, для того, чтобы угольная промышленность развивалась, нужны рынки. Рынки экспорта. Это не только Украина, это и Африка, это, возможно, страны Азии. В общем, везде есть потребность в дешевом угле. Поэтому то, что сейчас происходит в США, именно вот эта расконсервация угольных месторождений и попытка их заново как-то возродить, она связана как раз с внутриполитическими, внутриэкономическими процессами, которые происходят в США. Ну, естественно, если Украина будет получать от этого какие-то бонусы, дешевый уголь, я думаю, это будет только позитив. Ну, вот и сейчас о других событиях. Главной целью санкций в отношении КНДР является приверженность денуклеаризации полуострова, диалогу и консультациям. Об этом заявил постоянный представитель Китая в ООН. Вот, как известно, СБООН принял новый пакет санкций в отношении КНДР. Какова реакция на это главного союзника Северной Кореи, Китая? Китай является главным, как вы сказали, союзником и главным игроком в этой части мира по отношению к Северной Корее. И когда какие-либо действия предпринимают в Северной Корее, сразу США, по крайней мере, претензии предъявляют именно к КНР, прошу прощения. Вот интересная позиция Китая, которая опубликована была в официальном китайском издании Жемин Джибао и агентстве Синьхуа по поводу принятой, как известно, резолюции о введении новых санкций в отношении Северной Кореи. Во-первых, дальнейшее введение санкций в отношении ядерной и ракетной программы КНДР. Во-вторых, отсутствие намерения оказать негативное влияние на экономическую деятельность и сотрудничество, продовольствие и гуманитарную помощь. И другую незапрещенную резолюцию деятельности. Третье, призыв к возобновлению шестерсоторонних переговоров и обещания решить проблему мирным дипломатическим и политическим путем китайский митр рассматривает как позитив. То есть, вот эта резолюция о внедрении новых санкций против Северной Кореи является своего рода компромиссом между Россией, Китаем и США в части будущих отношений с Северной Кореей. Как известно, была угроза возможной эскалации воевых действий со стороны США по отношению к севернокорейскому режиму. И вот эта резолюция является компромиссом. И США, и Китай, и Россия не возражали против внедрения новых санкций в отношении севернокорейского режима. Приведут ли они к каким-либо позитивным сдвигам, смене политического режима в Северной Корее, либо свертыванию программы, сложно сказать. Это вопрос риторический. Посмотрим. Действительно, будем смотреть за тем, что будет, какие события будут проходить в этом контексте. Но также мы пристально наблюдаем за тем, что происходит в Венесуэле, потому что не дает покоя события, происходящие там всем международным обозревателям и нашим, в частности, гостям в том числе. Дело в том, что, друзья, одно издание пишет следующее. Мадура. Авантюра военной базы Парамкая, так называется, вот эта военная база, координировалась из США и Колумбии. Андрей, вот недавно в Венесуэле на одной из военных баз военные пытались ее захватить. Были обвинения в адрес США в том числе. Но вот в целом, почему там события представляют интерес и для нас в частности? Как оцениваете там события, реакцию президента Мадура? Чем это все закончится в частности? Если брать исключительно аналитическую составляющую, геополитическую, которая очень важна при анализе событий во всем мире, то не исключено, что Венесуэла станет новой точкой геополитического противостояния. Как известно, нынешнее руководство Венесуэлы настроено категорично антиамерикански. Российская Федерация, Китай в том числе поддерживают нынешнее правительство Венесуэлы, которое фактически находится на грани распада. И вообще в обществе настолько накаленная атмосфера, что не исключено в ближайшее время гражданское противостояние. И одним из элементов такой напряженности является недавнее событие, но из военных баз. Вот официальное издание Венесуэлы, Эль Универсаль, цитирует слова президента Мадуро, который говорит дословно следующее. Убежден, что эта операция координировалась из Майами, США и Колумбии, с участием журналистки Патрисии Поле. Патрисия Поле – это известная венесуэлская журналистка, которая в связи с проблемами закона находится сейчас в Майами, США, является известной оппозиционеркой правительству Мадуро. Естественно, традиционно Мадуро, как и его предшественник Куга-Чавес, во всех бедах обвиняют Соединенные Штаты Америки и их союзников, в том числе и в те страны, которые находятся в непосредственной близости от Венесуэлы, Колумбии и ряд других стран. Поэтому не исключено, что в ближайшее время Венесуэла может стать довольно серьезным центром геополитического противостояния, и ряд мировых держав, таких как Российская Федерация, США и, возможно, Китай, будут там заниматься своим каким-то таким противостоянием, если можно так сказать. Поскольку Китай, хоть и далеко находится от Южной Америки, но имеет довольно серьезные экономические инвестиции в ряде стран этого континента. Поэтому я не исключаю, что там в ближайшее время ситуация может резко обостриться, это может вылиться в новый виток геополитической борьбы. Вот об этой геополитической борьбе будем говорить далее в нашей рубрике «Обзор международной прессы». Спасибо за сегодняшнюю аналитику. Андрей Бузаров, эксперт-международник. Друзья, я напомню, был только что в утренней программе 112 минут.